Слушайте, всем привет! Это Соболь. Короче, очередной выпуск на канале. Я, дело в том, что ходил на программу Биржа Мемов совсем недавно. В студии меня уже ждет гость сегодняшней программы. Илья Соболев. Илья, здравствуй. Пошел нахуй, Антонио. Хочу рассказать вам всю правду об этой, ну, реально не... Не очень хорошей, как я уже понял, программы. Ведет ее еврей, таджикского происхождения, который думает, что он армянин. Какой маразм. Борода эта вся, которая у него на лице, вот этот армянский такой, типа, знаете, полумесяц этого... Волосатый, все нарисовано. В общем, мое разоблачение Биржа Мемов. Слушайте, бывают такие дни, когда тебе лениво выходить из дома. Это бывает тогда, когда у тебя нет, например, нормальной обуви. Или, например, на улице очень холодно, а у тебя есть теплых вещей, только бахилы и перчатки. Или кольцо. И в эти моменты, конечно же, как правило, очень сильно хочется посмотреть кино в кинотеатре, но туда никак не выйти. Что же делать в этих случаях? В этих случаях на помощь приходит онлайн кинотеатр Иви. Это получается как бы как обычный кинотеатр, но только там никто не сидит в шапке, никто не кашляет, никто не сосется на заднем сидении. Это как бы кинотеатр у тебя дома. Кстати, сейчас там в онлайн кинотеатре Иви идет фильм «Легенда о Калаврате». Вы вряд ли знаете, что это за фильм, поэтому вам лучше посмотреть. Это как бы «Легенда о Калаврате». Это сняли фильм о легенде о прокалаврата. То есть это очень легендарно и очень калавратически получилось. Ну, то есть интересный фильм. Еще самое прикольное, что тебе не обязательно смотреть всю эту историю на компе. У тебя есть только, например, смарт-ТВ или планшет или телефон. Онлайн кинотеатр Иви можно использовать и на таких других носителях. По промокоду Соболев, его вы видите сейчас на экране, вы получаете месяц бесплатной подписки на фильмы. И код, кстати, действует три дня. Я обычно вот фильмы дома смотрю с планшета. Нормальная тема. Не знаю, что ты сидишь еще здесь. Давай, иди качай, смотри. «Легенда о Калаврате» брат. То есть там и «Легенда», и «Калаврате». То есть такого нигде не было. Ну, в общем, смотрите, разоблачение биржи мемов. Ну, во-первых, когда я пришел туда в этот день, в этот момент, кто-то из режиссеров, кто-то из главных, отмечал свой день рождения. Я увидел их стол и просто офигел. Это просто самый нищенский стол, который я видел. Посмотрите сами, какие-то бананы, какая-то колбаса. И еще я слышал, что ему подарили котят. Я не знаю зачем, но он их ел. Вот, послушайте. Перестань жжать. Это че еще за нахуй? А в этот плед Ружко завертывался голый, как мне рассказали, и потел. После этого, значит, с пледа сцеживали пот и пили все как газировку. Будь добру. Будь добру. Будь добру. Обратите внимание на масштабы всего этого. Такое говнище снимать таким количеством камер. Например, эту передачу я снимаю на мобильник Sony X. Да ладно. По-моему, ты пиздишь. В студии, царица, в студии, в этой студии царица, 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 мокрица, мокрица, творится. В этой студии творится беззаконие. Обратите внимание, человек просто на наших глазах спиздил куртку. Сам Лев Шагинян, это ведущий биржи мемов, ведет себя крайне странно. Иногда прикидывается натуралом и показывает, показывал мне, там, несколько раз, там, видео, как он трахает Иву. Вы слышите? Идет, как заходит узенько в дерево. Но в основном ведет себя вот там. Зачем я так сделал? Для меня это было открытие, но я не удивился. Я давно в шоу-бизнесе, я знаю многих таких. Всем привет, меня зовут Николай Соболев. В этом шоу все немножко, честно сказать, ебутые. Потому что, обратите внимание, как Лев гладит свои ноги. Ну, то есть, так не делается. Это просто любовь к ногам. Я Соболев. Это был Грейф тогда. Да. Еще раз привет. Так гладит свои ноги, такую любовь к ногам, испытывает, чтобы прямо чуть ли не вдуть в ноге, понимаете? Только делает так только на Киев. Программа Биржамемов крайне странная вещь, потому что, обратите внимание, ее ведет слепой ведущий. Бля, какой красивый. Ты че, ебанутый? Все, кто работает в этой программе, им просто плевать до того, что происходит на самом деле на съемках. Вот, смотрите, человек, я просто иду, человек смотрит порно с Лего. Эта женщина вообще смотрит на пустой экран. Я понимаю этих людей, видеть каждый день это лицо с прилепленными вот сюда вот волосиками. Атмосфера, конечно, шоу-гнетающая. Обратите внимание на эти провода, которые везде валяются. И если так не думать, что это провода, ощущение, что это просто Лолита разбросала свои волосы. Программа Биржамемов, которая снимается, снимается помимо камер вот этих огромных, которые здесь везде вы видите. Сзади подснимаются анусы ведущего и анусы всех гостей. И идет прямая трансляция в БДСМ-форум в Японию. В общем, я не знаю, у меня еще очень много материала. К сожалению, я на этом, наверное, остановлюсь. По-моему, ты пиздил. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не делайте дизлайки. Пока, удачи.